Всем привет! Вы на канале Морослайф и сегодня мы уже в Праге, где встречаемся с очень позитивными ребятами Юля и Максим, ребята из Днепра Собственно, сегодня расскажут о своей работе на заводе Ян Фенг, правильно? Да, правильно, да Всю правду выложат нам, правду матку будут рубить Держись, Ян Фенг! Так что, усаживайтесь поудобнее, поддерживаем канал, ставим лайки, мы начинаем Итак, ребят, первый вопрос, который хотелось бы вам задать Почему вы выбрали Чехию, с чего реально все начинали? Ну, потому что Чехия это центр Европы Нам всегда хотелось попробовать жить в Европе Но, собственно, с этого все и началось Давай поедем в Чехию, а давай и поехали Перед этим как-то вы уже пробовали вообще поехать в Чехию Или это просто первая поездка, которая у вас была сразу? Первая, у Максима вторая, года четыре назад уже работал в Чехии Да, поправлю, года три назад я уже был в Чехии Там все сумбурно так получилось Но приехали, полгода отработал, понравилось Забыл про это И спустя там, пускай, три года товарищ предложил, поехали Ну, поехали, только уже по другим документам, уже на два года Я думаю, ну, почему бы нет, стоит попробовать, как бы Игра стоит свечку Твой вопрос, наверное, больше у Максима, да Потому что он занимался, так понимаю, документами Да, он, я ничего не знаю Как сложилось вообще оформление этих документов? Вот за что-то, может, платили, может, или как-то находили работодателя Сами напрямую, как-то связывались? Так, первое По поводу вакансии не платили за саму вакансию никому Получилось так, что напрямую с заводом Там был человек, он нами занимался, нас курировал Сейчас такого нет Мы отправили наше резюме Прошли там маломальское собеседование И нам выслали приглашение И мы как раз попали на вот эти вот платежи Там порядка 200 евро Сбор визовый и 500 гривен за обслуживание Ну, это уже, которые в самим визовом центре Да, это все, как бы, платежи, которые мы заплатили за вакансию, за приезд За вакансию ничего не платили Куда обращались, так сказать, я так понимаю, писали напрямую на фирму То есть на фирму написали Вам сколько времени реально там отвечали? Ну, отвечали, как бы, своевременно, я не скажу ничего Но буквально в течение недели это все происходило То есть не вопрос Попросили скинуть резюме, дальше зависело все от нас Мы скинули резюме и все Резюме как кидали, тоже, кстати, потому что на русском, на чешском, на английском На русском, по-моему Тогда получилось как? Поскольку нас ввели тогда на русском, как бы, сказали, можно на русском Но впредь, как бы, следующие люди, которые подавались На чешском, как бы, да, понятно, будут ошибки Да, понятно, там могут быть какие-то вопросы Но, тем не менее, описать свой опыт работы Возраст, состояние здоровья Ну, в общем, в общих чертах, как, я думаю, как на любой работе Что такое вообще Янфен? Чем они занимаются? Что это за завод? Где он находится вообще? Ну, что, я? Да Завод находится в Южно-Чешском крае Это получается, если на наш язык город Табор Его окрестности А именно город по Надлужнице Завод Янфен занимается изготовлением интерьеров Для... в основном там Мерседес и чуть-чуть Шкода В основном Мерседес Да, завод автомобильный, делают интерьеры То есть торпеда, впереди машины, дверные карты Пустойки? Задние двери, ну, в общем, детали интерьера Вот, как бы, все изделия, грубо говоря, из пластика Соответственно, единственный минус из этого исходит Который есть на заводе, для меня лично, это запах Даже не то, что запах, дым просто Да, смог Да, не хочу никого пугать, но все, наверное, зависит от погоды Получается, на потолке есть шлюзы Это типа вентиляция Да, да, да Одна из вариантов И вот, когда идет дождь, то эти шлюзы закрываются И просто тебе нечем дышать И ежики в тумане, да И это реально ежики в тумане Вот так вот, другой конец завода Ты уже как-то особо не видишь, что там происходит Глаза режет Это я вам, ребят, скажу У нас была такая ситуация на идеале Под зиму, когда тоже была такая погода Закрывались эти шлюзы И мы были в тумане Сразу вспоминаем Ты просыпаешься, смотришь в окошко, дождь, думаешь О, нет Да, будет сегодня счастье Да, будет сегодня А распираторы такие, что ничего не выдавали? Там в них не реально не может Ну, вот пошел коронавирус И, наверное, получилось так, что Очень помогли эти распираторы Ну, не знаю, мне было сложно Работать в маске Очень жарко Она натирает Начинает сыпать лицо Ну, я понимаю, что, типа, как бы Это моя безопасность Но нереально жарко Плюс ты выполняешь какие-то физические Не какую-то, а ты выполняешь физическую работу Соответственно, на заводе 30+, Но такое, как бы, жарковато Печки какие-то, да? Тоже такое есть? Ну, вот, ну, рядом печка была, да? Которая пластмасса Допустим, летом У нас там стоял станок И на нем была, как бы, наружная температура Которая заводит, то есть 30 градусов Плюс-минус 2 Это есть Если вы теплолюбивые Поэтому просимте На Янпенг На Юга О, понравится, да, на Юга Юг Чехии Янпенг завод на Да, да Теплолюбивые Окей Ваше первое впечатление, как вы приехали на этот завод? Вы приехали в Чехию Город, я так понимаю Табор такой красивый город Да, город очень классный Город очень классный Как вообще завод воспринял? Как вообще впечатление? О, меня плохо Я не хочу всего рассказывать, но Ну, надо рассказать У нас жизнь называется «Вся правда» Ну, поначалу у нас было нормально Получилось так, что мы приехали, допустим, понедельник или вторник И, в общем, было несколько дел главных За первые три дня Это податься на биометрию Это точно помню Потом прийти на осмотр, медосмотр Он был в четверг И только после А, мы приехали, допустим, в понедельник Вот, сто процентов не помню И только после медосмотра ты можешь выходить на работу Бывают варианты и похуже, как бы я понимаю Я понимаю вообще, какие бывают варианты Какие заводы бывают То есть, в плане этого завода я пришел И на самом деле мне понравилось Да, запах пластмассы это минус Но глобально завод чистый Выдают тебе все расходники От ножа до перчаток До резиночки стирательной До, я не знаю, до скальпеля До всего Форма тоже, соответственно Форма Тебя обули, тебе дали штаны Три футболки Поначалу ты ходишь в оранжевой У тебя написано на спине Зашкулюйся Это как бы ты ученик Стажер какой-то Да, если увидишь, что ты немножко там что-то косятишь Будет проходить руководство Я думаю, ничего не скажут Потому что на тебя видно, что ты в оранжевом То есть, вот именно охрана труда Все как организовано Все супер Завод свежий, новый, чистый, светлый Да Но это немаловажно, кстати Очень круто Кто у вас работал на заводе? Какие национальности? Про попасть в чешскую среду это не про наш завод, 100% Там самая малая часть чехов, основная часть это Румыни Очень веселый народ в Сладии И наши украинцы Но я думаю, это в связи с ситуацией коронавируса, правда? Нет, я по-другому скажу Сейчас дальше, когда пойдем про уровень оплаты и про все остальное Ну на самом деле не про чехов это все Потому что чех не будет работать в таких условиях в плане дыхательных Ну и физических они не любят работать Ну физически плюс-минус есть процессы разные То есть ты можешь попасть на тот же Роглик, всем известный Можешь в холодильнике работать, а можешь стоять пикать Как попадешь, это уже твоя фортуна, твоя удача Ну в плане кто работает, чехов наверное я так по процентам 10 Наверное административная вся Административная и пару так потерявшихся, затесавшихся, которые остались либо там мистера, либо тренера Именно вот так вот вновь пришедших чехов на две недели хватает Не операторов Да, очень мало Ну очень мало Процентов 40, наверное, румынов И процентов 50 украинцев Ну и все Ну Словакия, ну Словакия, наверное Словакия это больше к румынам Они потому что они... Нет, простите, Словакия Словаков там не было Нет, Словакия руководство Да, Словакия руководство, не Словакии Сербы Сербы, да Сербы, у меня они... Почему не знаю, они у меня к румынам, потому что я их так же не понимал, как к румынам Поэтому я их особо не различал Поэтому как-то... Украинцев, наверное, половинка Какие сложности были с языком? Первое время У Максима, мне кажется, не возникало сложностей, потому что он хорошо знает английский А так как я не знаю английского языка Хорошо Хорошо, или вообще... То у меня, конечно, были сложности И усидчивости не хватало Но сейчас я все догоняю Вот, буду ходить на курсы, про которые я скажу Чуть попозже, да? Да, чуть попозже Об этом поговорим, окей Ребят, следующий вопрос Как вообще работает завод? В какие смены? То есть, как вы попали в какие смены? Ну, изначально было три смены, да А потом были сплошные двенадцатки, добровольно-принудительно Рассказывай В общем, есть несколько процессов Это так, вот если коротко и поверхностно Есть несколько процессов, допустим, фоминг Не буду углубляться Там работает в основном двенадцатки То есть, две смены по двенадцатки Есть остальные процессы, они более периферийные Потому что на фоминге, я так понял, основной валовый продукт завода То есть, большинство всего делается на фоминге Он должен работать, грубо говоря, двадцать четыре на семь Каждый день, every day, все время У нас было поначалу, мы пришли Было, ну и вообще, как контракт мы подписывали Восьмичасовка, три рабочих смены То есть, утро до полудня Утро до обеда, обед до десяти вечера И ночка Начало с шести, да? Шести утра Шести до двух, с двух до десяти С десяти до шести Да, да, да Вот так вот было поначалу Это я говорю про наш процесс Вот, потом спустя там месяц-полтора изменилось Сделали, почему-то сделали две смены без ночной Утро с шести до двух, с двух до десяти Но, им это дало возможность Потом нас эксплуатировать по двенадцать Это было ужасно То есть, как бы, да, ужасно, да? Для нас Да, для кого-то это хорошо Потому что есть две категории людей Кто-то приехал заработать на агентуру И им бы, а бы поработать, а бы дайте поработать, дайте денег Другие, да, приехали, как бы, вот как мы Приехали, да, поработать на ставке Отработать завод, получить свою карту и пойти дальше Вот, как бы, тут плюс-минус Кто смотрит, кому для денег, кому для переезда Тут, как бы, плюсы-минусы Ребят, еще раз повторюсь У каждого свои цели Кто-то преследует финансовую часть Кто-то преследует свою, там, жизненную часть Ребята, вот, выбрали свой путь Поэтому судить не нужно, там, строго Классно, не классно, это уже дело каждого Так само советуем делать и вам Да Мы приехали, как бы, для того, чтобы остаться Поэтому, как бы, нам принципиально были восьмерки То есть, ну, как бы, ставили в основном Бывало такое, по-моему, было пару недель, что мы работали чисто двенадцатьки Может быть, одна за все, там, все месяцы, что мы там отработали То есть, немного Но, если ты приехал, и тебе, как бы, хочется работать двенадцатки Я думаю, нет проблем, там, спустя месяц чуть-чуть освоится И договариваться, там, на другой процесс Пойти доработать четыре У мистера следующие смены Ты можешь себе при часов добыть То есть, если приехал за деньгами Есть желание, и тебе это надо Вопросов, я думаю, не будет Это все В среднем, ну, может, общались с ребятами, там, с теми же украинцами Кто-то, сколько там набивали максимум часов? 200, 250, 300 Ну, максимально там было и по 300, как бы Но в среднем 250, плюс-минус, там, 250, 270 Если есть желание, есть потребность, то, я думаю, с этим проблем не будет Вот, как бы Ну, а в основном, уже под закат наших, там, трудовых будней тех Было Мы работали три дня по восемь Четверг, пятницу, двенадцатки Либо же Но у нас не было, извини, я тебя перебью У нас не было права выбора чуть-чуть Это было обидно Да, если ты приехал, и, как бы, тебе надо восьмички Ты работаешь по контракту В контракте указано, что, мол, у тебя 150, 160 часов Это такой небольшой минус этого завода Но на самом деле можно было с этим бороться Мы просто, как бы, решили уже не содрогать воздух Да Прикол в чем? Начало недели, тебе говорят, у тебя восьмички В среду тебе говорят, завтра выходим на двенадцатка Если ты работал вечернюю, то у тебя ночная Ну, как бы Но мы сейчас говорим за наш процесс, как бы Да, мы не говорим, в общем, про завод Да, да, да В общем, как бы Короче, в зависимости от ситуации Да И в зависимости от времени Когда ты попадаешь Да, да На какой процесс попадаешь Да, завод огромный Процессов много, да У каждого Выбора у тебя нет особо Если сказали двенадцатка, то двенадцатка А вы попали вот на процессы, как вот Есть, знаешь, у нас, допустим, тоже девочки, мальчики Понятно, что попадают на разные процессы, я так понимаю В вашем случае тоже была такая ситуация, правильно? Да, да То есть ты работал на более сложных каких-то Ну, мы работали, как бы, в одном процессе, но на разных, грубо говоря Участках На разных участках, ну, как бы, даже по-другому На одном участке, на разных процессах То есть, если я складывал дверь, Юля там поначалу собирала эти деталики в ящичек И нам привозила, грубо говоря так То есть, но, на этом процессе, допустим, на котором я работал Его нельзя, там, сказать, он сложный или легкий На нем работали и девочки, и мальчики И так везде, кроме там одного места Ну, да, да, да Вообще без права То есть универсал Да, и, ну, как бы, абсолютно не сложно Сложно временно, ну, именно по времени, там, выстоять, допустим, 12 часов, ты, по сути, на ногах А физически, все остальное, пластик вставил, другой в него вставил Третий вставил, наклеил наклейку, поставил, нажал кнопку, все То есть, это не завод в понятии Украины или СНГ-шного человека Там, где, ааа, завод, рельсы делаем, там, или, ааа, переворачиваем балки Нет, все просто Пластмассочка, туда, сюда, все легко Ну, физически Ну, это тебе было все легко Я бы не сказала, что мне было легко Потому что я маленькая комплекция Ну, у тебя была, у тебя ходить было много Изначально у меня был процесс, в котором ходить много Потом были процессы, там, где надо было физическая сила Ну, а право выбора тебе, как бы, особо не дают Хочешь, не хочешь? Ну Нет? На Украине Но все равно, как бы, присматривается человек, который твой руководитель, мистер Все равно он обращает внимание Если ты не справляешься с одним, то тебя переставят на что-то другое Попробуют тебя Но выгонять не будут в любом случае, я думаю, если ты особенно на двухлетнюю карту То есть, по этому поводу переживать не стоит Да, могут, если ты не справляешься на этом процессе, допустим, какой-то активный попался Тебя могут перевести абсолютно на другой К другому мистеру, на другой процесс Там, собирать, допустим, пускай, грубо говоря, гаечки какие-то И все То есть, если ты на двухлетнюю карту, то тебе чуть-чуть другие условия Тебя не выгонят, как на агентуре То есть, тебя не прут, не меняют тебе работу А, как бы, будешь работать Я думаю Ну, плавненько переходим к вопросу о финансовой части То есть, вы были на режиме квалифицированный работник Соответственно, получали, то есть, не по-часовую оплату, как на агентуре Вы получали оклад, то есть, ставка плюс, там, премия какая-то То есть, если не секрет, сколько реально вы со старта начали по вашему договору зарабатывать Давайте так, мог, я могла, я не знаю, как это происходило Мы отработали одинаковое количество часов, все одинаково Юля могла получить 16, я мог получить 16,700 То есть, грубо говоря, 16,17 это начало Это чистого Это чистого на руки Там же, вычетав миллион, нам выдают тебе выплатный этот пас Выплатную паску эту А там просто, там лист, ну, он огромный Ты, ну, на самом деле, ничего не понимаешь Вот, скажу между нами, честно Подходишь к мистеру, говоришь, ничего не понимаю Она говорит, я тоже То есть, никто ничего не понимает Там грубая мзда, супер грубая мзда, супер супер грубая мзда Короче, в итоге ты видишь, что начислено Это вот под конец, я обратил внимание Начислено 40, получаешь, там, 19, там, 18 Куда, ну, что Там, получается, на разных процессах разные премии Это я точно знаю То есть, у нас была премия 5 Рядом процесс был префикс, там, немножко вредновато Там, с клеем ребята работают Там была премия 9 Ну, в итоге у них получалась зарплата на трешку больше То есть, мы начинали от 16-17 Заканчивали, наверное, 18-20 Все зависело от пресс-часов Поскольку мы 12-ки эти давали не по своему желанию И мы особо их не высчитывали, сколько их там То есть, максимально мы получили Вот уже за завершение всего нашего трудового действия на этом заводе Вот мы получили 21 То есть, это уже когда работали по максимуму часов То есть, это уже, наверное, 200 плюс Нет, это не 200 плюс, это где-то 180, да Но, в общем, ребята, которые работают по этой двухлетней карте До года получают максимум, там, 21 Потом, там, спустя год отработал, тебе дают плюс тысячу зарплаты Там не зависит от квалификации Там зависит от времени отработанного там Грубо говоря, это я вот все наобразно у одного спросил, у другого То есть, плюс тысячу в год тебе накидывают, точно И все Ну, разве что ты можешь стать тренером, либо мистером Там чуть-чуть другой оклад Ну, по-моему, не супер это Ну, карьерный рост тоже есть Карьерный рост есть, конечно Если ты трудолюбивый, усидчивый, что самое главное И как бы готов работать на заводе То туда вообще дорожка открыта, супер, супер Через два года будешь либо тренером, либо мистером И будешь пускать 30 получать, ну, точно Ну, супер, то есть Не все так плохо, как говорится Ну, дышать, было бы чем дышать, работали бы не фигни Да, я думаю, туда дышать Сильные, легкие, и все будет окей Это правда Либо слепые глаза, чтобы не видеть этот дымок То вообще вопросов нет Хорошо, вот период коронавируса Оплачивали стоимость вашего Да, все оплачивали В каком-то процентном соотношении Допустим, у нас оплачивали в 70% То есть, вот, оклада, 70% нам оплачивали в период коронавируса То есть, два месяца мы сидели дома и нам оплачивали такую зарплату Мы сидели дома, наверное, недели три Мы сидели дома точно недели три Презентовали нам, что будут платить 60% Я, как бы, финансист, я понимаю, что там происходит Но, как бы, не понимаю до конца Презентовали 60%, что нам будут платить От оклада в плюс премия Ну, как бы, все должно быть От средней зарплаты? От средней зарплаты Получилось Мы в марте отработали три недели И недельку с 21-го мы пошли на карантин Вот за март мы получили 13 Почему 13, никто не понял. Хотя ты 3 недели отработал по полной ставке, неделю должен был отработать за 60%, получили, не вру, 15. А 13 получили те, кто в этом месяце вообще не работал. То есть, а мы получили 15. Почему? Ну, неизвестно. Ну, все равно хорошо. Вот, да, как бы вопросов нет. И потом, получается, в апреле мы тоже не отработали там 2 недели, и 2 недели из них отработали, и получили те же 15. То есть, получилось так, что выгодно было не ходить и получили те же 15 или 13. То есть, как бы, счеты там у них точно заржавели, у ребят в этой канцелярии, я не знаю. Ну, а как вообще, вот, если взять, сравнить с той же Украиной, эти ребята, допустим, ну, я не знаю, честно, не буду утверждать, но есть опыт все-таки жизни в Украине, которые вообще ничего не получали, допустим, в тот же же период карантина. Да, 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 тут даже сравнивать не стоит. Очень круто, и я на самом деле, как бы в Украине занимался своими делами, Юля, своими делами, то есть, если бы мы попали в этот момент в Украину, и не было бы работы, то мы бы не получили ни того, не то что ничего, а мы бы еще кучу проели бы, кучу потратили, кучу прожили бы. Да, да, очень удачно мы приехали, потому что нам заплатили за все. По сути, мы сидели дома, ну, конечно, расходы были и больше, потому что и кушаешь, и как бы ездить можно было, передаваться по чехе, мы как раз в этот момент и путешествовали. То есть, вообще, идеальная пауза, идеально попали. Очень круто, что завод платил, и потому что даже ребятам с агентуры заплатили, я так скажу. То есть, которые работают четко за часы, им заплатили какой-то процент, то есть, какие-то за неделю, там, сколько-то тысяч они получили. Ну, это супер. То есть, завод, в этом плане, идеальный. Завод классный, ну, тьфу-тьфу-тьфу, классный, на самом деле, чтобы всем повезло. Это когда очень, и я. Что, давай так, в реалиях Чехии этот завод классный. Мне не с чем сравнить, поэтому, возможно, завод классный, и для каждого человека, наверное, по отдельности, да, как бы, и ты говоришь, что тебе классный, я говорю, мне не очень. Игорь говорит, если бы работал, то свою точку зрения. Поэтому тут как бы судить, надо все пробовать. Сколько людей, сколько и мне, да, 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 сто процентов. Потому что до Янфенга я работала с младенцами, и у меня был чуть-чуть шок. Совсем другая... Переквалифицироваться с одной работы, как бы, с чуть-чуть, да, вообще даже с другой работы. С работой с людьми, к работе с пластмасками, конечно, и будет. Нет, ну там тоже как бы своего рода работа с людьми, только там чуть-чуть другая категория людей. Они мне чуть-чуть изначально злые казались, но потом я приспособилась. Все тоже в зависимости от того, на какой процесс попадешь. Но не хочу, ладно, мне о плохом рассказывать. Ну, плохого было, кстати, сильно. Тебе дают раздевалку. Ну да, условия хорошие. Туалеты чистые, все красиво. Идеальное столовое. Про питание... Столовое. Можно, да? Отличное питание. Питание у тебя получается 21 крона в день. Это первое, второе. Порции, ну, просто вот такие же... Там, вот, и глубоко. Меня не влазило в Юлю, то и подавно. Можно ходить с судочками. Если у вас приехало двое, и девочка много не ест, то несите с собой ведро, потому что еды много. 21 крона, да, вычитывается. Там система, стоит автомат, компьютер. Ты своим пропуском пикаешься, выбираешь, что ты хочешь на следующей неделе есть. Да, ты еще на неделю наперед. Да, на неделю наперед. То есть, ну, там есть всякие нюансы, типа, если ты в следующий понедельник на него заказал, но не пришел, то вычтут с тебя 70 крон, а не 20. Ну, это говорят, я не проверял, не верю. Ну, короче, 20 крон, идеальная столовая, классная еда, в столовой прохладно. Единственное место на заводе, где прохладно и нет дыма, это столовая, если что, прятаться в столовой. Как бы все отлично. Кофе, кофейные автоматы, я не знаю, как у всех на заводах, но у нас круто, мы видим те же кофейные автоматы в супермаркетах, кофе стоит 15-25 крон, у нас все по 5 было, 5-8. Это то же самое было у нас на идеале. Да, то есть, в этом проблем нет. Кофе ничем не отличается на самом деле. Да, это то же самое фирма, кофе, да. Что у вас с жильем было? Вы оплачивали по жилью какие-то деньги или завод все компенсировал полностью? Да, завод мы рекомпенсировали полностью. То есть, вы за жилье не платили? За жилье не платили ни копейки. Первые условия у нас было общежитие возле завода, своя комната, свой туалет с душем, кухня общая. Условия шикарные, просто блестящие. Две кровати, чистая белая снежная комната, новые полы, общежитие до полгода может быть было. А ты работаешь сколько, ты говоришь, далеко? Да, за углом, ну метров 500-400. Всем привет! Сейчас будет рум-тур по нашим апартаментам, если можно так выразиться. На самом деле, просто одна маленькая комнатушка со всеми условиями. Ну, как со всеми. Ну, в общем-то, сейчас все увидите. Наверное, самое важное, что здесь есть, это ванная комната. Это очень круто, потому что душ, туалет, все-таки хочется, чтобы был свой, а не общий. У нас общая только кухня, но ее я вам тоже покажу. Раковина, зеркало, достаточно внушительное. Душ, блин, ну душ, конечно, дебильный, если честно. Вот отсюда вот херачит вода со всей силой, что аж ветер поднимается. Вот штучка, вот эта вот, входит ходуном от ветра. Ну, очень, короче, большой напор, и она не регулируется. Вот эта вот хрень, я не знаю, зачем она крутится, если она абсолютно бесполезная, то вода горячая, холодная меняется, и в основном она достаточно прохладная, поэтому я все это очень, извините за интересные подробности быстро делаю, потому что я не люблю прохладную воду, я люблю в кипятке купаться. Вот, вот это вот дело все я тащилась не про Петроголоска. Зачем я это делала, я уже говорила, не знаю, потому что тут все достаточно, тут все достаточно доступно. Ну, шторки нет, а вот, смотрите, вот, есть вот такая вот чудо-швабра. Ну, мы уже приспособились, мы, короче, вот так вот ставим, для того, чтобы водичка, короче, далеко не шла, потому что вы сами понимаете, да, все это херачит на пол и заливает пол в ванной. Ну, такая вся система, я еще такого не видела. Белый трух, сушилочка, кстати, классная штука, на пятерочке у нас стоит, сами ее можем регулировать. Дверь, вешалочка, вот эту вот штуку я вандал подломала на второй день случайно, и вот она наша комнатка. На самом деле все достаточно уютно, шкаф достаточно вместительный, вот, вестички наше, о, кстати, футболки, но я потом, наверное, наряжусь и покажу, как мы ходим на заводе, это очень интересно, я такой маленький смешной гном в этой форме, это, короче, коробочки я взяла с магазина хозяюшка Оленушка, тут я там масличка, круги какие-то храню, я бутылку взяла пустую на работу для того, чтобы водичку набирать, потому что очень много воды пью, так как бегаю, я сраный линек, это зайчик мой, я дуванчик, знаешь, что ты делаешь? Ура! Понятно, не хочется с нами общаться, собственно говоря, там учат чешский человек, не то, что я байдик обью, нет, почему, я тоже, вон, учу, выписывала себе там обвалить, словечки, так, дальше поехали, тетя, батарейка, мы тоже с вами регулируем, она, на самом деле, очень теплая, мы ставим на нолик и достаточно тепло, за окном мы можем увидеть наш холодильник, на самом деле тут есть холодильники, просто они забитые и там бороют еду, поэтому, ну, насколько нам говорили, поэтому мы поставим здесь, пока достаточно прохладно на улице, вид из окна просто пейзажи шикарнейшие, вот вы видите море, вот горы, вот пальмы, шутка-минутка, ха-ха-ха, это заводы, что тут делают, ну, короче, что производит этот завод, я не знаю, вот, на выходных нормально мешу, на будни, конечно, трах-бах, ну, ничего, окна закрыли, все, все, идем дальше, мусор, вот такая вот система здесь выносит, женщина приходит и убирает, она же ее выносит, мусор собирает, оставляет, потому что пакетик на ручку, короче, цепляет, это тоже промзона, это тоже промзона, вот такой же длинный календор, комната, стиральная машинка на третьем этаже, тоже туда хрен втулишься, сейчас иду на кухню, ну, как раз мне повезло, на кухне никого нет, вот такая вот большая кухня, ну, ремонтик, как бы все прилично, я считаю, микроволновка, печка, все работает, вот, тут, конечно, нельзя курить, но в нашем законе не писано, естественно, все с вами понимаете, вот, 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 такие вот длинки, вот, вот такое вот жилище, как вам условия на шинске? Я считаю, что все достаточно прилично. Вообще, все рядом, за углом, было идеально, мы так прожили, считайте, полгода, и нас переселили чуть-чуть в другое общежитие, тоже неплохо, но это чуть-чуть до завода уже надо ехать, то есть, если нет своего личного транспорта, надо ехать на автобусе, то выезжать заранее, если там мы выходили за 15 минут до работы, приходили, еще пили кофе и заходили, то там, получается, надо ехать на автобусе, это долго, чуть-чуть неинтересно, но снова же новое общежитие, своя комната, душ толет, там, на две комнаты, по-моему, не помню, это мы про пары говорим, про раздельных людей, как там живут, в первом общежитии было по двое жили, во втором по четверо, но тоже неплохо, большие комнаты, все светло, чисто, очень красиво, ни клопов, ничего, новый ремонт, ну, блин. Короче, в первом и во втором случае вы жили в отдельном? Да. То есть вам никого ничего не потеряли, то есть, ну, есть, если там одни парни, то либо на два, либо на четыре, в зависимости. Да, 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 но в основном на четырех, вот сейчас, да. Да, да. То есть свой холодильник сейчас в новом, это то, если, допустим, люди будут приезжать уже по двухлетней карте, там будет, если пара, у нас был свой холодильник, новка, чайник, все свое, только душ, туалет общий, ну, и на кухню мы не ходили, кстати, лайфхак, если что, берете мультиварку, и у себя прямо дома на столе от борща до торта до хлеба до всего приготовили, мы даже на кухне не появлялись. Да. Нам общая кухня была, как там, чехи говорят, неваде, потому что все было. Не потребовалось. Да, вообще не надо, как бы, абсолютно. Поэтому очень классно. Сейчас вы уже в Праге, у вас уже смена работодателя, так понимаю, вы уже закончили с этим заводом, то есть можно его помахать ручкой, впечатления остались у кого-то хорошие, у кого-то не очень. У меня, у меня не очень. У Юли физически было тяжело. Да, мне было физически тяжело, это меня морально угнетало, все, точка. А так вообще условия, вот. Чем сейчас занимаетесь? Чем хотите заниматься, так сказать, я так понимаю, что сейчас процесс у вас смены документов, смены работодателя, пока отдых, ведение блога. Кстати, ребят, у Юли очень крутой блог в Инстаграме. Ну, я стараюсь. Влог, не знаю, как правильно, влог, наверное, да? Вот, поэтому ссылочку найдете под видео в описании, следите, я лично подписан, слежу постоянно, комментирую тоже постоянно, очень много интересных, кто хочет узнать о Праге, о многих, пожалуйста, моментах, там много чего Людмя расскажет. Какие планы у вас на будущее, не знаю, на сколько там лет вперед загадывать не будем, но на сейчас, реально сменить документы, сменить работодателя, чем сейчас хотите заниматься, чем уже занимаетесь? Да, я расскажу немножко про Чехинститут, очень горжусь, я там только начала работать, мы вас всех приглашаем на наши онлайн-курсы от самого первого уровня А0 до С1, это онлайн-платформа, уроки проходят не в скайп, а на своей, в общем, платформе, где качественный звук и есть ощущение, будто ты находишься на уроке, на живом уроке. Также проведение нострификации, в него входит и медицинский диплом, что немаловажно, но уже другую информацию я, наверное, оставлю ссылки. Конечно, обязательно. Поэтому мы всем будем рады и на мой канал, и на Чехинститут. Так что, ребят, кому это интересно, заходим под видео в описании, либо заходим на Юлин канал, в Инстаграм, подписываемся, следим за этим всем, очень много интересных познавательных моментов, инструментов, все это можно написать в личные сообщения, пожалуйста, как вам удобно. Все открыто. Еще немножко скажу про чешский язык. На самом деле, это немаловажно. Мы немножко в Украине ходили на курсы чешского, но, наверное, очень, это было очень немножко. Те люди, которые планируют ехать сюда с целью миграции, все-таки мой вам совет учить язык где-то за год-полтора. И желательно не только чешский, а еще и английский. Поверьте, вам это очень пригодится. Даже на тот же завод у вас будут не какие-то простые позиции, а где-то поинтереснее, и зарплата у вас будет больше. И больше перспектив вырасти в того же тренера, либо кого-то еще, потому что тренер, он как бы людей обучает, грубо говоря, как наставник. Вот если ты знаешь, чем больше языков знаешь, тем ты круче, тем ты для руководства выше в рейтинге. Чешский в любом случае едете в какую страну едете, тот язык учите и учите заранее, как бы. Мы ходили, но немножко... Ну, все-таки есть разница языка в Украине, изучение и здесь. Здесь будет круче в плане, что сразу есть и практика, и применяемость, и всего остального, но никто не мешает там выучить основы и приехать. Конечно, тем более совмещать полезное с приятным, это тоже не мешает. Я бы, если бы заново сейчас все перемотать, то хотя бы за полгода до того, как мы уехали, у нас этот процесс занял где-то 7 месяцев, то я бы учил прям. Ну что, ребят, вам спасибо большое за ваше время, за то, что поделились опытом работы. Вам желаем в дальнейшем только развиваться, а не стоять на месте, прогрессировать и добиваться всех своих поставленных целей, которые у вас есть на вашем пути. А вам, ребят, спасибо большое за ваши просмотры, за ваши комментарии, которые, я надеюсь, будут под видео. Не судите строго, пожалуйста. Если какие-то остались вопросы, пожалуйста, задавайте. Юля опять же с Максимом по возможности смогут ответить. Если кто еще не успел подписаться на наш канал, подписываемся. Ну а мы уже увидимся с вами в следующих выпусках. Всем удачи, до новых встреч. Пока-пока.